Чао! Сегодня 27 марта, католическая Пасха. По всей Италии празднует этот день по-разному, но мы едем смотреть, как подходит празднование в прекрасном городе-цветке Норенция. У меня в руках билеты, в этой бумажке 4 билета. Купили мы их заранее, почти за 2 месяца, поэтому нам они обошлись в 25 евро, один билет в одну сторону. Если же покупать их день в день, то это будет около 45 евро. К сожалению, Леша сегодня, вашего любимого оператора, и моей души сегодня с нами нет. Он заболел и не поехал в Флоренцию, поэтому его место пустое. И поэтому у нас получился такого рода девичник. Мы едем женским коллективом, моя любимая свекровь и ее подруга. Ну и я, конечно, не такой профессиональный видеооператор, как Леша, но я все-таки постараюсь показать вам красоту Флоренции, постараюсь сделать из этого новую серию стрельеров. Я надеюсь, что вам понравится, так что ставьте лайки. Ну что, в общем, вот мы, собственно, приехали во Флоренцию. А сейчас у нас 10 утра в 11 по программе на одной из площадей или улиц этого города. Будет какое-то представление, длится оно будет несколько часов. Ну вот. Ну а пока смотрим, что тут вообще происходит. Итак, 3 чая в Макдональдс обошлись нам в 4.50. Вот мы пришли уже в центр города. Это самый большой во Флоренции собор. Называется он Санта-Мария-дель-Фьори. Все в нем говорят, все любят его смотреть. Вот, собственно, расслабляйтесь, лицезрите. Санта-Мария-дель. Санта-Мария-дель. Ну что, вот, собственно, мы и закончили смотреть все представления. А сейчас и отправляемся на поиски тайных мест в городе Флоренция. Потому что он славится этими тайными местами. Погнали! Ну и, конечно же, как же мы, женщины, можем пропустить шоппинг. Естественно, мы, раз у нас девичник, идем в магазин. Куда-то мы идем, куда-то направляемся. Сейчас будем искать в поисках сокровищ в Флоренции. Вот, некоторые люди спрашивают у местных сторожил, полицейских, или я не знаю, как они правильно называются, дорогу, куда пройти. Ну, а мы что, мы не расскажем вам, куда пойти, что посмотреть. Мы сами не знаем. Сейчас будем искать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот это вот произведение искусства сделал сам Микеланджело. Кстати, для тех, кто не знает, город Флоренция – это город этих великих художников. Они жили здесь. Здесь, как бы, атмосфера и воздух просто пропитан. Ну, вот, собственно, вот так вот. И вот так можно прогуляться по городу. А вот сейчас мы проходим знаменитую галерею Фитси. В эту галерею мечтают попасть все туристы. Здесь нереальные чередяки. И я думаю, мы даже не будем узнавать, сколько же стоит вход. Но посмотрите, вот это вот все очередь. А сегодня, по-моему, даже вход бесплатный. Но мы туда не пойдем. Все как обычно. Сумки. Селки-палки. Картины. Вот селки-палки. Увидели, увидели, смотрите, увидели полицию. И собираются. Оп-оп-оп. Когда вы будете во Флоренции, обязательно, обязательно обратите внимание на дорожные знаки. Они все обклеены вот такими вот прикольными штуцами. Это работа одного художника флорентийского. Этот художник сначала был хулиганом, и мы его гоняли. Но это было много лет назад. А потом полиция поняла, что с ним не нужно бороться. Это, наоборот, привлекает внимание людей. И они больше внимания обращают на знаки. И поэтому теперь он занимается искусством. Это считается его работой. Я так думаю, что этот знак символизирует то, что человек-заложник правил. Типа стоп, кирпич, ехать нельзя. Манаджа, говорит человек. Вау, смотрите, что там. Пойдемте посмотрим. Это какой-то музей. Интересно. Как и во всех городах, традиционно существуют живые статуи. Вот так вот. Положи денежку, получи карточку. И по виду, который я распечатала в интернете, кстати, это можно легко найти. Я буквально вбила в поиски Google один день в Ференции. На итальянском и на русском языках предлагают люди разные свои статьи, своих маршрутов. И предлагают с картов и также, куда пойти во Флоренции. И вот, идя по этому маршруту, мы дошли до Помте-Векио. Это самый знаменитый мост. Это одна из первых построек в городе Флоренция. На этом мосту живут люди. Это, наверное, единственный в мире мост, на котором живут люди. Какой красивый вид. Сейчас мы добрались уже сюда. Красота! Вот мы прошли старый мост, Понте-Векио. Он у нас остался по левую сторону сзади. И направляемся к Пьяцале Микеланджело. Это площадь Микеланджело, с которой открывается красивейшая панорама Флоренции. Всё, определилось. Идём. Правильно идём? Да. Здесь же с этой стороны моста, с левой стороны моста, намного-много людей на набережной. Вы можете спокойно подойти, пофотографироваться, всё цел и вообще посмотреть на эту красоту. В общем, мы добрались до назначенного места. Ориентируется вот такая вот башня. И здесь вы поворачиваете направо. И видите вот такие вот дороги, которые идут зигзагом и ведут вас куда-то самостоятельно. И вот это вот ваш путь. Он проведёт вас к площади Микеланджело. Обязательно рекомендую вам посетить пьяцу Микеланджело, площадь Микеланджело. Потому что вид от неё на Флоренс открывается безумно красивый. Вы понимаете масштабы этого города и понимаете, насколько он привлекательный. Посмотреть это стоит, тем более, что это бесплатно и не так далеко от самого центра. Ну и сейчас мы задались вопросом, где же нам перекусить во Флоренции. Мы не знаем почему, но почему бы нам не понравилось всё наше место. И мы решили идти искать другое. Ну что, это какой-то руда. В общем, в этот раз они нас не покормили, потому что они уже закрываются в полгину четвёртого. И нашли ещё одно. Обед на трои в центре Флоренции. В троторе я обошёлся нам 50 евро. Приемлемая цена, очень вкусно. Очень огромное блюдо. Очень сытное. Отлично подкрепились. Вот, собственно, эта троторея. Иль Барджелло. Ну а сейчас мы идём тереть носик. Кабанчику. Желание! По легенде, это нужно потереть носикому пучку, дать ему монетку. И тогда ты вернёшься сюда ещё раз, заказать. Просто ещё раз. Нет, я вернусь. А вот так вот здесь зарабатывают местные попрошайки. Вот мы накидаем туда монеток, он подошёл и забрал. Отлично. Молодец! Все люди на это смотрят. И ушёл. Ну что ж, друзья, наша поездка, наш один день во Флоренции подходит к концу. Мы заканчиваем. Буквально через 40 минут уже будет наш поезд. Я вам всем очень советую приехать в Флоренцию, посмотреть этот город. В принципе, одного дня достаточно, чтобы его посмотреть. Бюджет на один день вы увидите в конце этого видео. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если хотите больше, подписывайтесь на канал. Мы будем вам очень рады. До новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok